Взаимовыгодная дружба Нижегородского предпринимателя Олега Кочелаевского и Лесничего и Старого Шайгова Николая Горбунова печально обернулась для последнего. Оба мужчины оказались на скамье подсудимых. Правда, реальный срок получил лишь Горбунов. В 2019 году на веренной охраннику леса территории не досчитались более 500 кубов деловой древесины. Лесничий прекрасно знал, куда неожиданно исчез такой объем, но молчал. Ведь за это, как выяснили правоохранители, на подставную карту ему регулярно сентября 2016 по январь 2017 года перечисляли вознаграждение. За пять месяцев сумма взяток набежала немалая – более полумиллиона рублей. За указанное денежное вознаграждение мужчина составил необходимые документы, в том числе осмотр мест рубок, где была отражена несоответствующая действительность информация об отсутствии каких-либо нарушений на делянках, где осуществлялась заготовка леса. Ущерб лесному фонду Мордовии от незаконной рубки превысил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Добытую таким путем древесину Кочелаевский придавал в Лукояновском районе Нижегородской области, где у него была своя фирма. Уголовное дело возбуждалось Следственным управлением Следственного комитета России по республике Мордовия на основании материалов оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Мордовия. Действия Горбунова квалифицировали по части 5-й статьи 290-й получения взятки в крупном размере. Год назад дело передали в суд для рассмотрения по существу, а накануне огласили решение. Приговором суда бывшему лесничему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания на справительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил. Наказание серьезное, учитывая тот факт, что взяткодатель Олег Кочелаевский от ответственности по коррупционной статье был освобожден в связи с деятельным раскаянием и признанием вины. В суде он отвечал только за незаконную рубку Мордовского леса. Инвизиальный предприниматель за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, ранее был приговорен к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Еще одна история с незаконной рубкой леса произошла в Краснослободском районе. Следователи предъявили обвинение директору территориального лесничества Владимиру Шелимову. В октябре 2020 года мужчина, близко друживший с бывшим министром лесного и охотничьего хозяйства Мордовии Юрием Медянкиным, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным вырубить лес. При этом разрешительных документов на заготовку древесины в лесосеке у него не имелось. В результате работники, неосведомленные о незаконном характере совершаемых действий, произвели рубку 18 деревьев породы березы и сосна, причиненный ущерб составил более 78 тысяч рублей. В рамках расследования Шелимов возместил ущерб, причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. И на его дальнейшую карьеру криминальная история теперь вряд ли повлияет. С должности Шелимова не сняли. И по нашим данным, в августе он планирует продлить контракт. Согласно действующему законодательству, уголовное дело и уголовное преследование в отношении мужчины прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.